Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Спутник Лайв. Теперь только один укол. Абхазия закупила вторую партию вакцины от коронавирусной инфекции. Суд перешел к допросу свидетелей. Продолжается судебное следствие по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров. QR-код вместо всех наличных. Услуга QR-пэй от Амобайл становится все более популярной в Абхазии. Завершился официальный визит президента Республики Абхазия Аслан Абжани в Республику Южная Осетия. Как сообщает пресс-служба президента Республики Абхазии из Цхинвала, по случаю отъезда Аслана Абжани абхазской делегации перед зданием администрации президента Южной Осетии был построен почетный караул. В ходе церемонии проводов прозвучали государственные гимны Абхазии и Южной Осетии. Вслед за этим торжественным маршем прошел парадный расчет вооруженных сил Республики Южной Осетии. Анатолий Бибилов вручил Аслану Абжани в качестве подарка на памяти альбом с фотографиями, сделанными в ходе его визита. Аслан Абжани поблагодарил главу Южной Осетии за теплый прием. А накануне в Цхинвале состоялись памятные мероприятия, посвященные 13-й годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии. В церемонии возложения к монументу защитникам Отечества приняли участие президент Анатолий Бибилов, президент Абхазии Аслан Абжани. В Цхинвале они возложили цветы и венки к поклонному кресту на территории бывшего расположения российского батальона миротворцев, принявших на себя первый удар агрессора в 2008 году. Спутник Лайт. Теперь только один укол. Абхазия закупила вторую партию вакцины от коронавирусной инфекции. В этот раз удалось получить 5000 доз. Спутник Лайт – это такая же векторная вакцина, отличающаяся только тем, что ставить ее нужно один, а не два раза, как спутник Ви. И процент защиты, которую она дает, чуть меньше – 85%. Подробнее о том, кому подойдет спутник Лайт и тонкостях иммунизации в принципе, корреспондент Абаза ТВ рассказала заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИПИД Абхазии Алиса Матуа. Репортаж Марианы Котовой. 5000 доз вакцины спутник Лайт поступили в Абхазию, а значит вакцинация населения продолжается. Все по той же схеме. Предварительная запись, а затем визит на прививку. Отличие одно – прививаться нужно будет один раз. Спутник Лайт – это однокомпонентная вакцина. Сразу хочу вам сказать о том, чтобы пациенты не думали, что если они не болели, то спутник Лайт – это не их вариант. В любом случае базовый иммунитет будет создан с помощью спутника Лайт. Считается, что через 28 дней после введения спутника Лайт однокомпонентной вакцины будет сформирован базовый иммунитет, который в любом случае, независимо от того, какая концентрация антител будет после того, как будет введен этот компонент, поможет пациенту не заразиться, а если заразится пациент, то перенести эту инфекцию по пути легкой степени тяжести заболевания. Еще одно отличие вакцины спутник Лайт от спутника ВИ – степень защиты. Разработчики утверждают, что Лайт защищает на 85% против 92% спутника ВИ. Но и эта цифра довольно высокая по сравнению с другими вакцинами, утверждает Алиса Матуа. Эффективность до 85%. Это немаленькая эффективность. Мы знаем, что в мире сегодня из всех существующих вакцин не каждая вакцина достигла такого процента. Да, спутник ВИ сначала было озвучено 92%, сегодня мы говорим уже о 97% эффективности. Это приближается практически к 100%, но и 85% эффективности спутника Лайт – достаточно хороший результат. Противопоказания к вакцинации спутником Лайт – это возраст до 18 лет, беременность, иммунодефицитное состояние, сахарный диабет в стадии декомпенсации, обострение хронических заболеваний, разгар острой вирусной инфекции. И даже если желающий привиться сам, считает себя абсолютно готовым к вакцинации. Терапевт, проводящий осмотр перед уколом, объективно оценивает состояние человека и может отказать в прививке, если что-то его насторожит. Если у вас сейчас ОРВИ, ОРЗ или обострение ваших хронических инфекций, воздержитесь, либо у вас был контакт с инфицированным пациентом, то обязательно 14-дневный срок, как и по спутнику ВИ было, мы должны воздержаться, выждать время, и только после того, как мы убедимся в том, что пациент не инфицирован, идти здоровым на вакцинацию. Мы, в отличие от, позволю себе сказать, других стран, все-таки более щепридельно подходим к нашим пациентам, к нашим гражданам. И, как такая практика была по спутнику ВИ, она будет и по спутнику ЛАЙ. Если у пациента есть на данный период противопоказания, мы пациента не вакцинируем. Лучше выждать, стабилизировать состояние пациента и так в здоровом состоянии идти на вакцинацию. Иммунологи не устают повторять вновь и вновь. Иммунитет не возникает после прививки мгновенно. На выработку антител требуется время. Поэтому всем, кто только получил вакцину, необходимо беречь себя. Первичный иммунитет, он вырабатывается и формируется не ранее, чем 7 дней. Известно, что иммуноглобулины класса М вырабатываются к 7 дню. Иммуноглобулины класса G не ранее 10-14 дня. Соответственно, говорить о том, что вы уже защищены раньше, чем через неделю после вакцинации, это неверно. Поэтому человек, идущий на вакцинацию, должен с полным пониманием отнестись к тому, что он так же, как и до вакцинации, должен себя оберегать и наоборот дать, позволить себе создать этот иммунитет, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. По возможности все-таки больше находиться дома. Статистики по заболеваемости вакцинированных пока в Абхазии нет, так как еще не все получили второй компонент спутник ВИМ. Но предварительные данные ученые все же озвучивают. По словам Алиса Матуа, среди привитых заболевшие есть, но все они перенесли COVID-19 в достаточно легкой форме. Часть наших пациентов заразилась после первой вакцинации, часть после второй вакцинации. И уже на этом примере могу сказать с абсолютной уверенностью, что пациенты, заразившиеся после второй вакцины, перенесли действительно легко. И это мог бы, даже пофамильно можем озвучить, просто это некорректно по отношению к пациенту. Что касается пациентов, заразившихся после введения первого компонента, имеет значение, на какой день они заразились. То есть если это было хотя бы после 7 дней, когда уже сформировался какой-то базовый иммунитет, это уже легче, были пациенты, которые заразились, то есть пошли на вакцинацию в период уже инфицирования. И таким пациентам было не совсем легко, но, к счастью, ни одного летального случая или очень тяжелого случая коронавирусной инфекции, перенесения после вакцинации у нас зафиксированы. Абхазии необходимо выработать коллективный иммунитет. Также изо дня в день повторяют ученые-врачи. Чем больше будет привитых граждан, тем сложнее вирусу будет передаваться от человека к человеку. Цепочки прервутся, и заболеваемость пойдет на спад. Пациент, который прошел вакцинацию, даже если он заразится, то есть независимо от того, пациент переболел или провакцинировался, напоминаю, что если он столкнется с высокой концентрацией вируса, даже самый хороший иммунитет может прорвать. Есть такое понятие. Но этот пациент с хорошим иммунитетом не будет выделять так долго вирус, как это выделяют другие пациенты. То есть за первые сутки все может закончиться. И, соответственно, есть же большая разница, человек 11-14 дней выделяет или 2-3 дня выделяет. Поэтому как можно скорее всем, кому не противопоказана вакцина, должны сделать прививки от COVID-19. А задача государства – обеспечить жителей республики достаточным количеством препарата. В этот раз 5 тысяч доз удалось купить благодаря финансовой помощи главы московской абхазской диаспоры Веслана Агроба. В прошлый раз 6 миллионов 955 тысяч рублей на закуп 4 тысяч доз спутника ВИИ было выделено из госбюджета Абхазии. 2,5 тысячи доз мы получили бесплатно. Мария Анакотова, Сосрикова, Бухава, Абаза-ТВ. Медучреждения Абхазии с 10 августа продолжат вакцинацию граждан от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает официальный сайт Минздрава. Все пункты вакцинации, которые были открыты в Сухуме, продолжат функционировать в прежнем режиме, а именно в городской клинической больнице, в Сухумской поликлинике номер 1, в поликлинике номер 3 Синоп, в поликлинике моряков на набережной Махаджиров и в Республиканской больнице. В районах республики желающим привиться необходимо обратиться в ЦРБ. Нужно отметить, что вакцинацию можно проводить не только по месту прописки, но и по месту жительства. Перед прививкой необходимо будет предъявить паспорт, Далее заполнение анкеты пациента, обязательный осмотр врача, заполнение информированного согласия на проведение прививки. Между тем, согласно сообщению оперативного штаба, за 7 августа тестирование на коронавирусную инфекцию проведено 407 человек. Диагноз подтвержден у 86 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет 22 974 человека. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18 265 человек. Суд перешел к допросу свидетелей. Продолжается судебное следствие по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. Первыми были допрошены свидетели по эпизоду, вменяемому исключительно подсудимому Чкаду, связанной с угоном автомобилей. Все подробности в репортаже. Суд начал запрос свидетелей с Руслана Хагуш, участкового Пицунского ОВД. Этот свидетель рассказал, что в 2019 году к ним в отделение обратился Джамал Цаава и сообщил, что два года назад у него в селе Аллахадзе угнали машину. Ну, естественно, был по данному факту собран материал на вопрос, почему он ранее не обратился. Он сказал, якобы он искал своими силами и, не знаю, как бы не обращался. Вот решил через два года обратиться. Что вы знаете об статье, помимо того, до этого вам что-нибудь было здесь вообще, о какой машине идет речь? Ну, Мерседес в 210-м гузовек, цвет даже, не помню, зеленого цвета, кажется. Адвокат потерпевших Шамба Инга Габелая спросила в курсе Лихагуш, что потерпевший обратился за помощью к органам, когда фактически машина была найдена. Свидетель Хагуш рассказал, что материалы зарегистрировали и передали в отдел дознания города Гагра. На этом его участие и знания по делу ограничиваются. Следующий свидетель Рустам Джентимиров, участковый ОВД по Сухомскому району. Из всех подсудимых свидетель знает только Эрика Чкадуа. Говорит, что лишь как жителя района, по работе. Также Рустам Джентимиров рассказал о событиях апреля 2019 года, связанных с расследованием по делу о похищении Мерцхулава. Пришло нам указание с управлением провести осмотр гаражных строений, расположенных на госходе Субтропик, в селе Гумиста. Также было указание выявить гаражи, принадлежащие семье Чкадуа. Дом Чкадуа представляет себя 5-этажное строение, многоквартирный дом. По-моему, номер дома 24, если я не ошибаюсь. В какое время суток и с кем вы туда приедете? Время суток, это уже сейчас не могу... Ну, вечером, ближе к вечеру. Где было светло в Василии? Нет, еще светло было, когда приехали. Один гараж расположен прямо под домом. Там капитальное двухэтажное строение, плочное. Второй гараж метров... Это гараж может исполнить? Размеры гаража? Нет, размеров точных я не скажу. Он блочный гараж. Нет, там на две машины даже два входа, то есть два въезда есть. Это первая, сверху еще что-то там, типа мансарда, беседка такая, что-то есть такое. Второй гараж располагается в метрах, наверное, 61-го гаража по дороге. Это гаражный бокс железобетонный. Под домом Чкадуа имеется в виду квартира родителей подсудимого Эрика Чкадуа. Эта локация в полутора километрах от места совершения преступления, похищения Мерцхулава. В момент осмотра гаражей, помимо оперативников и понятых, там находился отец подсудимого Юрия Чкадуа. Ему это его гараж один, второй, как он это реагировал, как он себя вел? Очень даже спокойно, он сказал, вот это мой гараж. Это под домом? Который под домом стоит, да. А это второй гараж? Он сказал, не знаю, мне принадлежить надо будет. Отрицал? Да, он спокойно, говорит, я не могу сказать, что это не наш. Вот, говорит, мой гараж, вот ключи, ради бога, проводите все мероприятия. Ключи у него с собой? Да, сам открыл. Когда открыли, что вы увидели, с какой стороны? Открыли, ворота стоял Мерседес. В народе лопаты говорят, по-моему, с левой стороны с ним, чтобы не справа. Вам капотом или багажником выходом? Ну, он капотом выходом, да, то есть задним ходом загнали. Загнали его зеленого цвета, если не ошибаюсь. Марка модель? В народе лопаты говорят, сейчас модели не помню, так вот они называют. По-моему, зеленого цвета, если не ошибаюсь. Там же в гараже нашли и ключи от машины, а внутри нее оперативники обнаружили следующее. Мы обнаружили сумки, лежали там. В сумках находились вещи валяные, различные, защитного цвета. Маски, по типу балаклавы. Перчатки, хозяйственные. Ну, хозяйственные перчатки и белые, и зеленые, различного цвета тоже. С резинами, вкраплениями. Далее, автоматы, если не ошибаюсь, 4 единицы, если не ошибаюсь. Калибр 7,62 было, вот 5,45, не помню, не могу сказать, сейчас не вспомню этого. Граната ручная, был контир ГТ-5. Обойма пистолета с 8 патронами. По-моему, еще номера в багажнике находились, какие-то регистрационные знаки. Прокурор Деурамич бы зачитал показания Джентимирова предварительному следствию. Там прояснились детали, о которых по прошествии времени сотрудник забыл. Номера машин и так далее. Допросили также Мираба Кварасхелия, оперуполномоченного по Сухомскому району. Он рассказал, что после похищения Мирцхулава проводились оперативные мероприятия, в результате которых группа и оказалась у гаража семьи Чкадуа. Однако на часть вопросов свидетель не мог ответить, ссылаясь на плохую память. Потому его показания органу предварительного расследования озвучил прокурор. В гараже была обнаружена автомашина марки «Мерседес» по типу лупаты темно-зеленого цвета, госномерные знаки М780ХХ АБХ. На вопрос, кому принадлежит данная машина, Чкадуа Юрия ответил, что его сыну Чкадуа Эрику, который поставил ее в данный гараж, а когда именно он это сделал, он не пояснил. Второй гаражный бокс, который, как нами было установлено, также находится в пользе Юрия Грантовича, был расположен примерно в 50 метрах от первого гаража, с задней части многоквартирного дома. Данный гаражный бокс находится в одном ряду с несколькими другими гаражными боксами под одной залитой крышей. После чего Чкадуа было предложено открыть гараж, однако он сказал, что данный гараж ему не принадлежит и не имеет от него ключей. По этой причине не может его открыть. После того на место был приглашен глава администрации села Гумиста, и в его присутствии, в присутствии понятых, нами был скрыт навесной замок гаража. Внутри обнаружили автомашину Lexus GX 470 белого цвета, номерные знаки не помню. В ходе обследования данной автомашины оружия боеприпасов обнаружено не было, однако были изъяты отпечатки пальцев в салоне между сидениями, был обнаружен проблесковый маячок синего цвета. По каждому отсеке находились номерные знаки, какие именно не помню. По окончанию обследования данного гаража был составлен соответствующий акт. При этом Чкадуа Юрий ничего не пояснил, и кому принадлежит данная машина, он не знает. Пользованием данного гаража Бокса отрицал. Вместе с тем нахождение его сына Чкадуа Эрика также ему не было известно, однако он сообщил, что он не проживает вместе с ним в селе Гумиста, а живет со своей семьей в городе Суху. О пропаже Lexus GX заявлял гражданин Басария. Машину угнали в 2018 году. Потерпевшие Цава и Басария в суд не явились, однако прокуратура ходатайствовала об их принудительном приводе на следующее судебное заседание. Два последних свидетеля на этот день соседи родителей Эрика Чкадуа – Димур Куправа и Светлана Джибарова. Куправа в день обыска в гаражах был неподалеку, на дне рождения соседки. Оттуда его вызвали оперативники. Они осматривали все гаражи, в том числе его. Он рассказал, что видел в гараже Чкадуа темный Мерседес, но после его обнаружения пошел домой. Гараж, в котором стоял Lexus, Куправа считал заброшенным. Никогда не видел, чтобы им пользовались. На вопрос, была ли у Эрика Чкадуа своя машина, свидетель ответил, что кажется нет. Ездил он или на автомобиле матери, или на такси. Тоже подтвердила и соседка Джибарова. Правда, она со своего пятого этажа, соседнего с Чкадуа дома, не спускалась в тот день вовсе. Также оба соседа сообщили, что в семье была собака, за которой ухаживал подсудимый Чкадуа Драдхар. Иных свидетелей в этот день заявлено не было. Следующее судебное заседание состоится 17 августа. Спасатели предупреждают. Высокогорное озеро Рица становится местом массового купания жителей и гостей республики. Это вызывает крайнюю обеспокоенность спасателей, сообщается на странице МЧС Абхазии в Facebook. По данным МЧС, в последнее время на озере Рица со стороны дачи Сталина образовался стихийный пляж с купающимися туристами. Спасательное ведомство напоминает, что купание в озере Рица категорически запрещено, чревато трагическими последствиями, так как дно озера Рица еще мало обследовано. У него сложный рельеф, температура воды невысокая, к тому же из-за впадающей в озеро реке образуется сильное подводное течение. А накануне сотрудники ГИМС МЧС Абхазии спасли двух человек в устье реки Келасур в городе Сухум. Спасатели получили информацию о том, что течение унесло от берега на полтора километра женщину. И самостоятельно она практически не сможет вернуться. К тому же ей на помощь бросился местный житель, ставший очевидцем данного ЧП. Учитывая сильное подводное течение и связанные с этим риски, существовала реальная угроза обеим жизням. Сотрудникам МЧС удалось спасти обоих. К сожалению, несмотря на запретительные знаки, установленные в осте Келасур, оккупание в данной крайне опасной зоне продолжает иметь место. Печальная весть. На 1988 году ушла из жизни известный абхазский этнолог, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Абиги, лауреат государственной премии имени Дзидзария Елена Малия. Цена жизни ребенка. Годовалый Габриэль Пацурия нуждается в помощи каждого из нас. Культурно-благотворительный фонд Ашана открыл сбор средств для малыша с редким генетическим заболеванием. Спинальная мышечная атрофия. Чтобы Габриэль жил, необходима сумма 160 миллионов рублей. Ему необходимо ввести самый дорогостоящий препарат в мире. Как помочь Габриэлю Пацурия, расскажет Анастасия Никонова. 160 миллионов рублей. Как бы цинично это ни звучало, цена жизни маленького Габриэля Пацурия. Диагноз у него редкий. Спинально-мышечная атрофия. Это генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга. Заболевание прогрессирующее. Слабость начинается с мышц ног, затем распространяется по всему телу. И, к сожалению, если не ввести препарат золгинсма стоимостью 160 миллионов рублей, со временем Габриэль не сможет есть и дышать самостоятельно. Как только мы узнали о данном заболевании, мы начали писать письма во все фонды. Также параллельно открыли сбор средств на данный препарат во всех соцсетях. На сегодняшний день у нас собрано 13 миллионов 750 тысяч. Благодаря всем неравнодушным людям, которые не прошли мимо нашей беды и помогают нам по сегодняшний день. Данный препарат вводится однократно на протяжении всей жизни. Он заменяет поломанный ген на здоровье. Также мы желаем всем деткам Абхазии быть здоровыми и не валить. Желаем всем счастья и здоровья. Когда речь о такой сумме, каждый рубль – шанс для Габриэля просто жить, ходить и играть самостоятельно. На помощь семье мальчика пришел и культурно-благотворительный фонд «Ашана». Открыт сбор средств на покупку самого дорогого и так необходимого Габриэлю лекарства. На самом деле есть спасение. От этого диагноза можно вылечиться. Есть лекарство, которое называется «Золгинсма». Но отличительная его особенность в том, что это самое дорогое лекарство в мире. Оно даже вошло в книгу рекордов Гиннеса из-за его такой высокой стоимости. Вы представьте ситуацию семьи, состояние семьи, когда они узнали о том, что их ребенок волен такой болезнью. Есть лекарство, которое может его спасти, но оно самое дорогое в мире. Конечно, они могли впасть в отчаяние, но они оказались очень сильными. Они взяли себя в руки и начали делать все для того, чтобы спасти своего ребенка. Я уверена, что с меру по нитьке вся необходимая сумма будет собрана. Спасем жизнь Габриэля вместе. Времени на покупку препарата немного. Для того, чтобы ввести его и лекарство подействовало, ребенок должен весить не больше 13,5 килограмм. Сейчас Габриэль уже весит 11. Каждый из нас может внести вклад в спасение этого улыбчивого малыша, отправив любую сумму со словом «Добро» на номер 5050. Есть и ряд других способов перевода денег. Они указаны на официальном сайте фонда Ашана. Все средства, поступившие с 27 июля по 18 августа, будут перечислены в фонд «География добра» на приобретение жизненно необходимого препарата для маленького Габриэля Пацурия. На культурно-деловой платформе ГУМа 10 августа откроется выставка продажа картин сухумских художников. Часть вырученных средств будет направлена на сбор в поддержку Габриэля Пацурия, сообщает культурно-благотворительный фонд Ашана. Туризм. Гагрский район вошел в десятку популярных направлений отдыха в сентябре. Крым, Краснодарский край в России, Гагрский район в Абхазии. Самые популярные направления, где можно недорого отдохнуть у моря в сентябре, сообщает вилл.ру. По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1700 до 5,5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Ставрополье дороже в Тверской области. Культура. Виталию Джене присвоено почетное звание Академика Российской Академии Художеств. Церемония вручения диплома почетного члена Академии состоялась 9 августа в Министерстве культуры Абхазии в ходе встречи исполняющего обязанности министра культуры Динары Смыр, советника министра по культуре Нинель Бжани, советника президента по вопросам культуры и науки Нукзара Логу с академиком Российской Академии Художеств, членом Президиума России Сергеем Олешни. Где обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством в области культуры, перспективы и дальнейшее развитие абхазо-российских отношений. Российская Академия Художеств на основании действующего устава и решения Президиума от 8 декабря 2020 года избрала членом Российской Академии Художеств Виталия Джене за выдающийся вклад, который он внес в область изобразительного искусства в Республике Абхазия, за замечательные проекты, за многолетнюю творческую деятельность и за то, что достойно представлял Республику Абхазии в Российской Федерации, отметил Сергей Олешни. Со своей стороны скульптор Виталь Джене поблагодарил руководство РАХ за столь высокое звание почетного члена Академии. Научный форум к юбилею ученого. Во вторник, 10 августа, в Абхазском институте гуманитарных исследований состоится международная научная конференция Северо-Западный Кавказ и Причерноморье в Древности и Средневековье, посвященный 80-летию археолога-историка-кавказоведа, члена Академии наук Абхазии, кавалер Ордена Гдзапша, второй степени Олега Бгажба. QR-код вместо всех наличных. Услуга QR-пэй от Амобайл становится все более популярной в Абхазии. Уже 400 торговых точек, включая магазины, гостиницы и рестораны, принимают оплату через QR-код. Для этого не обязательно быть абонентом Амобайл. Все, что нужно, отсканировать QR-код и перевести нужную сумму с любой банковской карты или с помощью сервисов Apple или Google Pay. Абоненты Амобайл могут вносить оплату еще и с виртуального кошелька. Слово Надежде Боровяковой. Год назад компания Амобайл запустила услугу «Электронный кошелек». У каждого абонента автоматически появился виртуальный кошелек, привязанный к номеру телефона. Функционал кошелька расширялся с каждым месяцем и теперь у жителей и гостей Абхазии есть возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона и QR-кода. Более 400 торговых точек, включая магазины, рестораны, кафе и салоны красоты, уже принимают бесконтактную оплату. После запуска кошелька Амобайл мы задумались о бесконтактной оплате по QR-кодам. В России и в других странах это давно используются и сейчас набирают активную популярность. Люди устали пользоваться наличкой, по карте невезде возможно оплатить, поэтому мы подумали, почему бы не дать возможность оплачивать просто по смартфону. Так и родился сервис QR-пэй, оплата по QR-кодам. Абсолютно каждый сегодня может пользоваться этим способом оплаты. Для этого всего лишь нужен смартфон, сканируешь QR-код и совершаешь бесконтактную оплату. Оплата может быть по карте Апро, Visa, MasterCard, Google, Apple Pay. То есть мы сделали все, чтобы это было просто и удобно для человека. Чтобы оплачивать счета с помощью QR-кода, не обязательно быть абонентом Амобайл. Но если у вас нет банковской карты, то оплату можно произвести с помощью электронного кошелька от Амобайл. Для тех, у кого есть наше приложение, они автоматически имеют внутри уже кошелек Амобайл. Его можно пополнять тоже разными способами. Это у нас в офисах, это онлайн любыми. То есть те же карты, Visa, MasterCard и Апро. То есть либо перекидывать с баланса, кому как удобно. Им тоже можно расплачиваться по QR-у. Чем больше способов оплаты используют заведения, тем более клиентоориентированным оно является. На фоне торговых точек, где до сих пор не установлены кассовые аппараты и посттерминалы, такие заведения выделяются тем, что предоставляют на выбор все существующие современные способы оплаты. Мы считаем, что данная услуга – это будущее. Будущее оплаты. Во-первых, большая часть наших посетителей – это все-таки гости нашей столицы. И они предпочитают расплачиваться безналичным. В первую очередь, без контактной оплаты. QR-пэй – это та самая функция, которая может дать им то, что необходимо. И нам, соответственно, тоже. QR-пэй дает абсолютный бесконтакт. Человеку не нужно вводить никакие цифры, человеку не нужно трогать дополнительное оборудование. Человек в собственном мобильном устройстве может совершенно спокойно расплатиться за свой заказ. Александра Тужба – студентка, приехала домой на каникулы. В России давно никто не носит с собой карты, и тем более наличные. Все оплачивается с помощью смартфона. Популярные во всем мире сервисы Apple и Google Pay стали доступны и в Абхазии благодаря системе QR-пэй. Я жила и училась долгое время в России, и поэтому могу сделать сравнение. Там мы постоянно пользовались Apple Pay, мы оплачивали покупки онлайн, и это очень удобно. И, наконец-то, в нашем родной стране, доме, появилась такая функция и облегчила нам жизнь. Установить в свое заведение сервис QR-пэй проще простого. Можно скачать приложение Амобайл, создать карточку кассира, распечатать полученный QR-код и принимать оплату на свой счет. Или еще проще – позвонить в компанию Амобайл и оставить заявку. Сотрудники приедут, помогут все установить и ответят на любые вопросы. Именно так сделали в сервисе по ремонту айфонов Apple Sukhum. Эта услуга очень удобна для оплаты для клиентов, потому что клиенты в любом случае безналичные же всегда удобны. Помимо мастер-карты Visa, люди могут использовать карту АПРО и оплачивать местное поступление на наш счет. То есть такая услуга упрощает оплату и проводит ее мгновенно. Для нас, как для сервиса, тоже это удобно, мы быстрее отпускаем клиентов, и в этом нет сложности в работе. Так что любой желающий может поставить такой QR-код себе и в магазине, и гораздо проще принимать оплату. Наиболее востребованным QR-код стал у представителей малого бизнеса. Сервис позволяет собственнику легко контролировать доход, так как уведомления на связанный номер приходят мгновенно. Кроме того, сервис QR-код помогает избежать еще ряд распространенных в обходе неудобств. Не секрет, что в нашей стране проблема с снятием наличных. Не всегда в банкомате есть сумма, которая нам необходима. И в торговых точках не всегда есть посттерминалы по оплате картами. Поэтому QR-код решает эту проблему между бизнесом и клиентом. Оплатил онлайн, собственник принял оплату, клиент счастлив. Особенно это актуально сейчас для туристов. То есть они уже привыкли к бесконтактной оплате, и для них это новый классный способ оплаты у нас в стране. Сервис QR-пэй только набирает обороты в Абхазии, но количество торговых точек, предлагающих такой способ оплаты, будет неизбежно расти. Кроме того, Амобайл не прекращает работу по расширению предоставляемых услуг. Так, в приложении Амобайл создан первый абхазский маркетплейс, где любой предприниматель может разместить и продавать свои товары онлайн. Но это уже тема отдельного репортажа. Надежда Боровикова, Сосырку Агуха, Абаза ТВ. Спорт. Три бронзовые, одну серебряную медали завоевали борцы из Гудауты в ходе международного турнира по вольной борьбе, в котором участвовали около 200 спортсменов из регионов России и Абхазии. Соревнования проходили в Ставрополе с 6 по 7 августа. Скакон из Абхазии Safari Cat владельца Даура Агухава, первым преодолев дистанцию в 2400 метров для лошадей трех лет, чистокровной верховой породы, стал обладателем приза Большой ростовский дерби. Скачки состоялись 8 августа на ростовском ипподроме. В завершение выпуска прогноз погоды. Повторник, 10 августа. В Абхазии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса, ночью 24, температура морской воды плюс 28. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами на сайте абаза.тв. До встречи.